ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, посмотрите. Это место называется Пикадилли-серкас. Вот это самые знаменитые билборды, которые вы по-любому видели, если смотрели, например, Шерлока Холмса. Знаете, сколько стоит здесь разместить рекламу? Если вы присмотритесь, вы поймете, что здесь помещается всего 7 реклам. То есть 7 квадратиков. Они туда-сюда ездят, но их всего 7. Все эти 7 квадратиков раскуплены на десятки лет вперед, на больше, чем на 20 лет. Последний раз, когда можно было новой компании разместить здесь, значит, свою рекламу, это было в 2014 году, то есть фактически 10 лет назад. И знаете, за сколько это продавалось? За 6,5 миллионов долларов в год. То есть в день это получается 17 тысяч долларов. Люди, всех с Новым Годом! Это Лядов, и сегодня я покажу вам, как люди живут в городе, который в середине 20 века стал фактически финансовой столицей мира. Сегодня население Лондона почти наполовину состоит из людей, которые родились не в Великобритании и говорят здесь на 300 языках мира. Здесь есть уголки и районы сообществ, приехавших из самых далеких стран, о которых ты иногда даже не слышал. Районы Коста-Риканцев, кухня Руанды, улицы со сладостями из Ирака. Это Лядов, и сегодня мы в Лондоне, столице Великобритании. В один момент британская империя контролировала 22% всей земной суши. Один и тот же гимн во славу королевы пели по всему земному шару. От Великобритании и США до Индии, Канады, Пакистана, Новой Зеландии. Реально, в один момент формально британской короне поклонялось 480 миллионов человек. То есть четверть населения всего земного шара на тот момент. Но в какой-то момент жители колонии Великобритании начинают ехать в столицу Великобритании, в Лондон. Это так и называют, империя наносит ответный удар. В итоге получается так, что в Лондон массово и на постоянной основе мигрируют люди уже почти на протяжении 100 лет. В итоге Лондон по количеству мигрантов обогнал Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Берлин. А мигранты сделали Лондон мультикультурной столицей мира. Городом, где вы можете встретить людей, которые стали здесь крутыми специалистами или миллионерами, приехав из самых далеких стран мира. Коста-Рики, Намибии, Индии, Пакистана и так далее. Не без проблем, но они здесь уживаются уже около века. Причем весьма успешно. Отлядов и как люди живут из Лондона, самого мультикультурного города в мире. Я такого количества нарядных людей не видел нигде никогда. Да, то есть здесь как будто, знаете, церемония Оскарки, росла в какой-то автопати, и началось вот это бакханалия. Чисто лондонская вечеринка в закрытом клубе в самом богатом районе города Мейфер. Мультик в перьях, в вечерних платьях, в палетках. Просто космос. Да и вы меня в мамочке не видели никогда. Членство в таком стоит примерно 350 тысяч рублей в год. И это только за возможность сюда приходить. Причем ждать его нужно несколько месяцев, а то и лет. Из Москвы сейчас сюда только с пересадкой. При этом есть более дешевые варианты, например, через Анталию. Нашли и купили мы их на авиасейлс. Чтобы стать членом закрытого клуба, вам нужны мои рекомендации. Я тоже членом этого клуба. В принципе, закрытые клубы это тоже лондонская тема. Они очень любят эти закрытые клубы. В факт, пускай учительные сцены. В надежде с таким закрытым кругом, вам здесь больше интересуется. Постоянные члены этого лондонского клуба – Леди Гага, Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл – в очереди наступления сейчас примерно 14 тысяч человек. В некоторых клубах вам на входе заклеют камеру скотчем, потому что, например, этот клуб вложил 25 миллионов фунтов, то есть 3 миллиарда рублей, в мебелирование. И эксклюзивный интерьер – это то, что должно быть доступно только членам клуба или его гостям. Мне пришлось выйти из клуба, чтобы записать видео, потому что внутри вообще нельзя снимать. Я только достал телефон, ко мне тут же побежали, типа, что нет, уважаемый мистер, сеньор. Короче, клуб суперзакрытый. Считается одним из самых секретных клубов вообще всего района Мейфер, который сейчас, в общем-то, считается самым модным клубом. И в этом клубе известно, что там состоялся одно из первых свиданий Меган Маркл и принца Гарри. Дэвид Бекхам состоит в клубе Артс Клаб. Мадонна и Мик Джаггер в клубе Трэмп. В клубе The Harlingen Club сегодня состоит принц Уильям, Кейт Миддлтон, их дети. И членство в нем получить невозможно, если ты не родственник действующих мемборов. А если родственник, то подождать придется 15 лет. Вы спросите, зачем вообще нужны все эти клубы? Это же выглядит просто как обычный ресторан или бар. На самом деле, совсем необычный. Самые старые лондонские клубы работают, внимание, с 17 века. Например, в джентльменском клубе Будлс состоял Уинстон Черчилль и Адам Смит, который создал экономику как науку. Членство в одном из престижных клубов — это часть условно обязательного джентльменского набора члена высшего слоя общества. Примерно на том же уровне важности, что и учеба в Оксфорде или Кембридже. Кстати, если вы закончите эти университеты, то все крупнейшие компании мира будут проводить вас к себе на работу через отдельный вход. У вас будет особое собеседование, не как у простых смертных, особая ставка, особая зарплата и так далее. И самое важное, что дают джентльменские клубы — ощущение прайвеси. То, что лондонцы, как и англичане, ценят сильнее всего. Понятие прайвеси — совершенно английское понятие. Его, знаете, даже перевести на русский язык сложно. Это какая-то частность, ощущение ограниченности пространства вокруг тебя. Причем это пространство не обязательно должно быть ограничено забором. Оно может быть ограничено, например, правилами вхождения в твой круг других людей. Например, почему джентльменские клубы дают ощущение прайвеси? Да потому что ты понимаешь, что люди, которые находятся рядом с тобой, пьют, выпивают, курят сигары — это не случайные люди. Они попали туда, пройдя определенный регламент соответствия. Соответствие, которое и прошел и ты, да? То есть у вас могут быть либо, например, схожие интересы, политика. Вы можете заниматься каким-то одним делом, например, бизнесом. Или у вас могут быть, например, какие-то... Прямо сейчас очень жестко нарушили мою прайвеси. Ну так вот, что я имею в виду? В джентльменском клубе люди будут отобранные. И самое важное, они будут с похожим достатком, как и у тебя. Например, для англичан надеть роликс в джентльменский клуб — да, это норма. Но, например, надеть роликс на какой-нибудь детский праздник там в школе — никогда. Именно поэтому, если вы покупаете роликс или кортье здесь, в Мейфер, то вам предложат его положить не в брендовый пакет роликса и кортье, а в обычный полиэтиленовый пакет у супермаркета за углом. Потому что, как бы вам объяснить, выделяться роскошью в том месте, которое для этого не предназначено, — ником эльфо. Реально. Вообще, чрезмерная вежливость, соблюдение правил, в соответствии тому, как заведено в обществе, — это абсолютно характерная черта англичан. И это, кстати, даже отражается на их языке, на разговорном языке. Мы говорим, я собираюсь заскочить туда, что по сути означает, что нужно что-то быстро сделать. Я заскочу в магазины, я заскочу в туалет, я заскочу к своему другу завтра вечером, чтобы кое-что купить. Мы говорим так, потому что британцы всегда хотят быть как можно более вежливыми. Они не хотят причинять вам неудобства, поэтому все, что они делают, должно быть сделано очень быстро и очень тихо. О, правда? Это что-то есть в культуре и в сознании? Именно так. Мы не хотим никого раздражать. Не хотим причинять кому-либо неудобства. Да, это прям показательный пример того, как британцы отличаются от других. Скажите, а что еще характерно для британцев, на ваш взгляд? Какие отличия еще можно выделить? Я думаю, в британской культуре принято быть очень-очень вежливым и, возможно, даже чересчур вежливым. Знаете, это как в классической ситуации, когда ты идешь по улице и вот-вот столкнешься с кем-нибудь. И ты идешь в одну сторону, и человек идет в ту же сторону, а потом ты идешь в другую сторону, и он тоже идет туда. Извините, 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 извините. Это очень британское. Это Эми. Она преподает английский и, кажется, воплощает в себе вообще все английское, что мы представляем. Чашечка чая, широкая улыбка, но при этом она держит дистанцию, то есть вроде как и открытая, дружелюбная, но когда с ней говоришь, все время чувствуешь, что есть границы, которые переходить нельзя. Я слышал, что британцы злоупотребляют словами «извините» и «спасибо». Абсолютно верно. Мы всегда стараемся попросить о чем-то максимально вежливым способом. В то время как в других культурах было бы нормально сказать «я выпью чаю». В Британии мы бы сказали «если все в порядке, можно мне немного выпить чаю, если вас это не слишком затруднит». Да, это многое объясняет. Это то, чем они не хотят беспокоить своих соседей. Они уважают частную жизнь. Речь идет об этом. Приватность. Помните? Мечта любого англичанина – это иметь дом или клуб или квартиру, в которой будет прайвеси. Причем неважно, он лорд или охранник в магазине. Одному будет важен закрытый клуб, а другому будет важно выйти на балкон так, чтобы тебя никто не видел, жарить барбекю на маленьком газончике, отгороженном от глаз остальных людей. Прайвеси – это то, к чему здесь приучают с малых лет. Вот этому ощущению, когда ты остаешься один на один с собой и погружаешься в себя, прислушиваешься к себе, думаешь, рефлексируешь, разбираешься, докапываешься до того, что тебе самому важно. Это нормальная история, если ребенок в британской семье закрывается один в комнате и говорит «I'm tired, I need privacy». Наедине с собой англичане отдыхают. Я думаю, это называется… Как описать? Мы бы использовали термин «жесткая верхняя губа», то есть истинно английский характер, способность не распускать нюни. Мы не хотели бы, чтобы кто-то лез в нашу частную жизнь. Именно поэтому мы хотим всегда демонстрировать, что у нас все в порядке. Представьте, например, парня с вашей работы, который недавно потерял кого-то из своих близких. Он будет продолжать работу, будет держать себя в руках, потому что считает, что это правильно. Он не хочет срываться и проявлять слишком много эмоций. То есть это как бы защита себя от того, чтобы не слишком сильно расстраиваться и таким образом не становиться еще более грустным? Именно так. И мы делаем это, потому что думаем, что проявление слишком сильных эмоций может доставить нам неудобства. Вежливость и нарочитая визуальная доброжелательность, которая не обязательно, кстати, должна быть искренней, абсолютная скрепа англичан. И главный хранитель этой скрепы — королевская семья. История о том, как королева Елизавета II положила свою жизнь, жизнь своих сестер, детей на алтарь такой идеальности, хорошо показана в сериале «Корона». Оказывается, чуть ли не каждый из членов королевской семьи, судя по сериалу, отказался хотя бы от одного человека, которого любил по-настоящему. Они прям наступали на свои важные точки души и таким образом превращались в образ карикатурного, улыбчивого, правильного, семьянина, идеального со стороны и на которого будут равняться простые семьи, воспитывая своих детей. Мыл, смотри, какая принцесса Маргарет умница, всегда красивая, веселая, умная. А то, что она чуть не покончила с собой, когда ей не разрешили жениться на любви всей ее жизни, она давила в статной, невозмутимой улыбке много лет. Смотрите весь мир, какие у нас счастливые Чарльз и Диана. А то, что они за 11 лет брака не могли поговорить друг с другом толком, что Чарльз, оказывается, всю жизнь любил совсем другую женщину, семья скрывала за гордо поднятыми подбородками. Елизавета II в короне всегда говорила, корона превыше всего. Важно давать пример и не разводиться, не выходить за тех, кто раньше был женат, иначе, но это уже мое предположение, все пойдут в разнос. Такой мамин контроль, знаете? Но последние опросы показали, что каждый третий британец не считает королевскую семью очень важной. Но мне кажется, это опять немножко преувеличенное мнение. Коронация нового монарха стала реально главным событием 23-го года. Друзья, мы в самом центре Лондона. Вот прямо здесь сейчас находится Букингемский дворец. Метров 200 от меня. Один день до коронации. И посмотрите, что здесь происходит. Это просто огромнейшее количество палаток, которые просто бесконечны. Просто за горизонт они уходят. Если ты идешь туда 5, 10, 15 минут, там продолжают оставаться эти тенты. И некоторые люди здесь остаются 4 дня. Какие-то здесь люди дежурят 7-8 дней. Реально просто, чтобы увидеть короля, чтобы стать свидетелем этого исторического события, как сказать. И это что-то невероятное для меня. Самые отчаянные ночевали возле Букингемского дворца неделю, друзья. Реально, чтобы их палатка стояла ближе всего к дороге, по которой поедет новый король. Последние 3-4 ночи тут очень холодно. Мы жутко мерзнем. Я решил понаблюдать этим изнутри и тоже поставил свою палатку на ночь. Найти место за сутки было уже нереально. Все битком. Я поставился, пошел поесть в ближайшее кафе. Меня не было часа два. Возвращаюсь в палатку, а тут смотрите. Я говорю по-английски, потому что снимал это для нашего англоязычного канала. Итак, друзья, на несколько часов я покинул свою палатку и теперь возвращаюсь обратно. Кажется, там кто-то уже есть внутри. Серьезно, сейчас посмотрим. Извините. Извините, я остановился в этой палатке. Это моя палатка. Тут есть кто-нибудь? Извините. А, это вы. Извините. Извините. Мы благодарим Антона за то, что он впустил нас в свою палатку. Это так великодушно с его стороны. Они заранее предупредили меня. Просто я, честно говоря, забыл и не думал, что они всерьез залезут ко мне туда спать. Тут очень трудно уснуть, реально. Я слышу людей снаружи, как они ходят рядом. И кто-то топает все время. Топает и топает и топает. Очень трудно пытаться уснуть. Ночь была адская. Я лежу, а в пяти сантиметрах от моего уха постоянно кто-то ходит. Короче, я еле досидел до момента выезда кареты. Все прильнули к дороге. Ну, как вам сказать. Карета проехала примерно секунд за пять. Вот так блик. Я увидел, типа, крышу. И люди все тоже увидели крышу. Это действительно что-то особенное. Потому что Великобритания все-таки королевство. И, знаете, за годы моих путешествий я понял, что во всех странах людям очень важно ощущение причастности к этой стране. И этого ощущения причастности добиваются в разных странах разными способами. Мне кажется, по моему мнению, это такой инструмент объединения людей, который кому-то нужен. Многим нужен. Коронация – это один из поводов, когда дома просто сидеть нельзя. Посмотрите, сколько людей. Под дождем стоят и смотрят трансляцию с огромных экранов. Ну, кажется, сядь ты дома с пивком, чипсами, смотри по телеку, ведь то же самое показывают. Но нет. Такие моменты британцам надо переживать вместе. Это такая следующая ступень после прайваси. Дом – это место для отдыха. А вот если ты хочешь встретиться с кем-то, добро пожаловать в публичный дом. И нет, это не то, о чем вы подумали. Паблик хаус – это расшифровка слова «паб». Прежде чем мы зайдем в паб, обратите внимание, пожалуйста, на стекло. Видите? Какой-то пузырь. Раз. Еще пузырь. Еще пузырь. И такие штуки абсолютно на всех стеклах, практически всех баров. Угадайте, что это такое? Минуту вам на размышления, как знатокам. Зацените, вот компания старичков сидит. Они буквально состарились за этим столом. Впервые я пришел сюда 52 года назад. Раньше я работал через дорогу и заскакивал сюда время от времени. 52 года уже хожу сюда. Господи, это же значит, они сначала обсуждали здесь первых девушек, экзамены, потом поиски работы, детей. А сейчас вот, наверное, про пенсию что-то говорят. Паб для британца – это духовно важное место. Если дома они погружаются в себя, в своем прайвеси, то в паб несут то, чем хотят поделиться. Паб – это место, в котором встречаются все классы британского населения, от аристократии до рабочего класса. Это место, которое в первую очередь предназначено для общения. Это гид Давид. Он работает в Лондоне гидом и свои экскурсии часто заканчивает в пабах, потому что можно с кем-то разговориться, но не домой же везти человека. Да, в гости британцы приглашают кого-то нечасто. Там личное пространство. А вот в паб – пожалуйста. Для них это абсолютно равноценно тому, чтобы пригласить человека в гости. Нередко зайдя в паб, особенно в воскресенье, в самый семейный пабный день, вы можете зайти и увидеть, где среди этих запеканок и пива нередко на столе могут лежать маленькие груднички и дети. И в этом ничего нет зазорного. Это такое место сбора храм семьи, в каком-то смысле, если можно так сказать. Тут есть отдельная стойка для кружек постоянных клиентов, а некоторые такие кружки могут вообще передаваться по наследству от отца к сыну. А еще в настоящем английском пабе никогда не играет музыка, потому что сюда приходят общаться и расслабляться. И когда ты выходишь в английский паб, и у тебя, например, начинают ноги прилипать к полу, от того, что там просто до этого кто-то разлил очень много пива, водки, вина и так далее, это значит, что мы попали в очень классный английский паб. И самое прелесть, когда ты заходишь еще, помимо того, что у тебя ноги прилипают, у тебя еще просто сносит запах пива, такого вот этого хмеля, который причем носит застоявшийся этот запах. Запах, который накапливался здесь десятки, сотни лет. И это реально ощущается очень крутой. Вот, например, я сижу рядом со мной, место, где, любимое место, где сидел Чарльз Диккенс, да, то есть прям табличка есть специальная. То есть, вы понимаете, да, ты заходишь, и ты сразу попадаешь не просто в какое-то место, где можно хряпнуть пиво, а ты попадаешь в книгу, в историю, в музей, я не знаю, в документальный фильм, куда угодно. Люди приходят сюда, они не думают об одежде, в которой они сюда идут. Они не думают о том, как они выглядят. То есть, это такое место без понтов. Хотя в Великобритании, в принципе, и в Лондоне особенно, как бы вот это все пош, фэнси, как они говорят, типа все такое яркое и понтовое, тебя, конечно, очень любят, но в пабе ты без этого, понимаете? Ты приходишь, чтобы расслабиться, и тебе вообще все равно, прилипают у тебя ноги или нет. А еще, папы, это, конечно, про историю вообще всей Британской империи. Помните загадку, которую я вам задал на входе? Так для чего эти пузыри? Реальная история такова. Во времена, когда строили этот паб, оконное стекло было очень дорогим. И чтобы сэкономить, владельцы пабов стали покупать бракованные стекла, которые были испорчены вот этими пузырями. А уже потом это стало таким символом. Но изначально это было сделано из экономии. И сейчас очень забавно слушать рассказы некоторых посетителей, которые утверждают, что эти повреждения как будто в здании была стрельба. Если бы в стекло попала пуля, оно точно бы разбилось. Правда, конечно, намного скучнее. Ну, смотрите, я на Кэбе еду минут 15 и уже наехал на 19 фунтов. То есть это примерно 2000 рублей. Да, такси в Лондоне очень дорогое. Пожалуй, самое дорогое, где я когда-либо видел. Причем вот эти Кэбы, они дороже. Дороже, чем Uber процентов на 30. Тут же висит ценник. Проехать 2 мили, то есть чуть больше 3 километров, стоит в среднем 15 фунтов. Если заказывали через приложение или по телефону, плюс 2 фунта. Проехали через центр города, плюс еще фунт экологического налога. Если вас забирают в аэропорту, еще плюс 3 фунта 60. А если поедете в день Рождества или Нового года, еще плюс 4 фунта. Получается реально дорого, но это дает ощущение премиум-класса. Посмотрите на эти Кэбы. Это же почти Роуз-Ройс едет. Это самое удобное такси в мире. За счет чего удобно? Потому что сделано как машина миллиардера. Вот эти вот Мерседесы В-класса, знаете, да? Вот. Это в этом удобство, конечно, есть. Плюс, как бы особенная прелесть, это ездить с водителями Кэбов, потому что это всегда образованные люди, которые сдали 100-500 экзаменов. Меня везет Пол. Он таксистом работает уже 23 года. Нравится мне их постоянство. Я не хотел работать в офисе. И я просто хотел работу, где я сам контролировал бы, сколько часов я работаю. И если я хотел взять выходной, мне не нужно было никому звонить. Так что эта работа оказалась мне идеальной для этого. Пол говорит, что знает наизусть весь Лондон и окрестности. А это, внимание, 16 тысяч улиц. Чтобы сесть за руль Кэба, он учился 4 года. Можно сказать, высшее образование. Ты можешь заниматься дома, но потом все равно нужно объехать и изучить все дороги, а также пабы, театры, ночные клубы и отели. Я слышал о парне, который потратил 16 лет, чтобы в итоге получить свой значок таксиста. Как правило, водителя Кэба, когда ты к нему заходишь в Кэб, это ты заходишь как будто немножечко к нему в гости. Всегда будут разные таблички какие-то, да. Кто-то пишет, например, целый список того, какие экзамены он сдал, какими консулами он одобрен, там и так далее, и так далее. Здесь вот, например, человек ему писал, что, пожалуйста, будьте внимательны, что водитель не ответственен за пробки. И как бы, да, это логично. А вы можете рассказать, какие зарплаты у водителей Кэба? Я бы сказал, что вы могли бы зарабатывать от 25 до, скажем, 50 тысяч. Зависит от того, сколько вы работаете. Это зарплата за месяц? О, боже, нет. За год. Самый прикол в том, что если вы захотите, например, на английской Википедии найти статью про Кэб, то она будет называться совсем по-другому. Она будет называться «Конная карета», потому что они стали популярны примерно 4 века назад. И чтобы вы понимали, что это было вообще за время, в 1649 году в России, например, только-только сформировалось официально крепостное право. А до создания Америки, например, было еще 130 лет. А в Лондоне уже было такое количество этих повозок, которые работали как такси уже тогда, что, как писали в книгах, они угрожали, извините меня, пешеходам. Из окна Кэба хорошо видно – Лондон – малоэтажный город. Во многих районах здание не выше двух-трех этажей. Тут постоянно ощущение, что ты находишься где-то за городом, хотя ты вроде бы в центре. Кстати, Лондон – город, у которого вообще непонятно где центр. Вот Биг Бен – это центр? Ну да, вроде исторический центр. А район Сити, где находится лондонская биржа, все банки – тоже центр абсолютный. Но ехать между ними на машине час или даже полтора с пробками. Еще есть деловой центр – Канари-Ворф. Это еще часа полтора езды. Есть Челси – канонический район Лондона. До него от Канари-Ворф часа два езды. Город сформировался так, что понятие единой ключевой точки города растворилось, потому что в каждом районе есть полный набор того, ради чего люди в других городах ездят в центр. От узкоспециализированных магазинов каких-нибудь ковров, антиквариата до ресторанов на любой карман. От простых до мишленовских. Так сложилось, потому что уже 60 лет как Лондон разделен на 33 района, каждый из которых управляется самостоятельным мэром и собственным советом. Должность мэра всего Лондона тоже существует, но он не занимается, например, организацией вывоза мусора, правилами парковки, социальными вопросами. Этим занимаются мэры, которых выбирают либо на местах, либо советы. И каждый житель Лондона имеет возможность обратиться к члену парламента, который курирует его район. То есть система не завязывает управление города на одном человеке, а позволяет выращивать отдельных лидеров. И обратите внимание, они ведь могут вовлекаться в меньшую территорию с большим качеством. Это вот очень интересное место, называется Даунинг-стрит, знаменитый Даунинг-стрит. Здесь фактически не просто находится, здесь живет и работает премьер-министр. То есть первый человек в стороне, в политике. То есть да, если кто-то вдруг не знал, то, во-первых, человек в политике не король, не королева, а именно премьер-министр. И суть в том, что он здесь не просто работает, он здесь прям живет. То есть тут находится квартира номер 10, резиденц. И в этом, там огромная резиденция, в которой больше 100 комнат. И на самом верхнем этаже, на третьем этаже, вот на этом третьем этаже, там живет конкретно премьер-министр. То есть у него там есть 4 спальни, у него там есть кухня в подвале. Вот. И там рядом еще живут, то есть, также правительственные чиновники. Причем есть 10-я резиденция, которая считается как бы основная и 11-я. Но на самом деле премьер-министры Великобритании иногда меняются. Например, как бы Дэвид Кэмерон, у него было четверо детей, поэтому он когда сюда заселялся, он поменялся со своим там одним чиновником в правительстве. И типа заехал в 11-ю резиденцию, потому что она больше масштабная, там 4 спальни. В общем-то типа им хватало. Премьер-министры Великобритании переизбирают каждые 5 лет. И Маргарет Тэтчер, вот ее называли «железной леди», при этом она тоже жила также на Даунинг-стрит и также на этой кухне сама вставала у плиты, доставала сковородку, пекла свои там пироги, когда у нее по ночам собирались эти премьер-министры. Важная деталь. Британский премьер обязан переезжать на Даунинг-стрит, когда его избирают. Здесь и встречи проводят, и весь аппарат работает, и до парламента, где британский премьер всегда на второй ставке, недалеко. Слышите, часы бьют. Совсем рядом с Биг Беном, буквально вот здесь примерно, но вот за этим зданием находится парламент Великобритании. Важнейший орган. И он выглядит очень необычно для меня, как человека, приехавшего из России, потому что у нас в странах СНГ парламент выглядит совершенно, ну, как мы привыкли, да? То есть есть в центре какая-то трибуна, где сидит главный, туда еще какие-то выходят люди. Остальные сидят, все на него слушают. А здесь, в Великобритании, все вообще по-другому. Здесь есть зал, где собираются палаты общин, и он выглядит очень необычно. Ну, то есть, если вы до этого не увлекались политикой, этого не ожидаешь. Стоят зеленые диваны, причем они выставлены так, как будто на футбольном поле, знаете, с двух сторон. Посередине стоит стол, куда выносят символы этого парламента. Вот. И каждый, кто выступает, они выходят, соответственно, и, как бы, говорят речи. Но им могут отвечать. Да, кто-то может вставать с этих лавок, с дальних лавок, с ближних лавок. Вот. И отвечать. И вот теперь посмотрите, как выглядит ближайший перекресток у парламента. Конечно, здесь куча туристов. Их тут настолько много, что возле каждой красной телефонной будки стоит очередь, чтобы сфоткаться. Но это не главное. Вот перекресток, через который все депутаты едут в парламент. И тут просто стоит мужик с плакатами и бутылками, и он протестует против пластика. Дальше прямо на заборе кто-то натянул плакат, и полицейский их охраняет. Вот сколько бы я ни ездил по европейским и западным странам, это меня никогда не перестал по удивлять. Вот посмотрите, пожалуйста. Здесь прямо перед Биг Беном, то есть вот здесь вот в шаге от парламента, собралась группа протестующих. То есть вот посмотрите, вот на этом маленьком островке собрались протестующие. Их буквально может быть 10-15 человек. Вот один из них сейчас прям взбирается на тумбочку для того, чтобы взять в руки табличку или какой-то колокол у него в руках и звонить. У них в руках, значит, плакаты «Not my government», то есть «Не мое правительство». И вокруг них стоят много полицейских. И обратите внимание, что они делают. Они охраняют их и делают так, чтобы им удобно было высказать свое слово. Пикет организовать так же легко, как пикник. Например, в гайд-парке есть специальное место, куда может прийти кто угодно и митинговать сколько захочет. Причем на ней когда-то выступал и Ленин, и Маркс. Называется «Уголок оратора». Протестовать стоя в Лондоне можно, в принципе, вообще везде. А если ты хочешь провести шествие или марш, то надо предупредить полицию. Свобода слова – неотъемлемая часть жизни англичан. В картине британца обличать негодяев, нечестных – это важнейший кирпич справедливости. Если что-то не так, об этом нельзя молчать. Тут с детства учат этому. На каждой станции метро висит плакат с надписью «Если вы видите, что кто-то делает что-то не так, сообщите полиции». Придумали слоган и все время его повторяют. «Сид, сейт, сортед». Смотрите, говорите, решим. И свобода слова здесь имеет реальную силу. В 2009-м газета «Телеграф» опубликовала документы, что члены британского парламента слишком активно пользовались правом на компенсацию своих расходов из бюджета. Журналисты выяснили, что депутаты тратили деньги из бюджета на дом работниц, ремонт новых квартир, куда они переезжали по работе, корм для собак. Деньги в масштабах бюджета потеряли, может быть, и не самые большие, но также нечестно. В результате случился колоссальный скандал. Депутаты начали заявлять об отставке один за другим. Больше 20 человек ушло с позором, извинениями и компенсациями. Еще пример. Помните такого премьер-министра Бориса Джонсона? Недавно его двое суток допрашивали в прямом эфире на одном из главных каналов страны Sky News. На всю страну его атаковали вопросами просто как мальчишку. И знаете, по какому поводу? Потому что 4 года назад он устроил вечеринку во время ковида. Даже несколько. Просто слушаю, что я говорю, и как будто не верю. У нас эту историю, мне кажется, можно в бане как анекдот рассказывать. В какой-то момент Джонсон заявил, что ничего не нарушал, и за это его тоже судят. Мол, он обманул парламент. В итоге создана целая комиссия, которая вскрыла его переписки, переписки его коллег, звонки. По словам разбирала каждый его созвон и выясняла, осознанно он соврал или нет. Подготовили экспертизу на десятки с лишним листов. И про каждого из этих депутатов фактически можно узнать очень много информации. То есть она в общественном доступе. Например, зарплаты. Зарплата премьер-министра Риши Сунака, вот сейчас он в Великобритании, составляет 80 тысяч фунтов в год он получает как премьер-министр. Это 9 миллионов рублей. И еще 86 тысяч фунтов в год он получает за то, что он является в принципе депутатом парламента. Кстати, интересно, да, что зарплата депутата парламента, она получается даже выше, чем премьер-министра. Короче, в сумме он получает 166 тысяч фунтов в год, но 45% он отдает на налоги. Реально. Такая тут в Великобритании система. Чем выше у тебя зарплата, тем выше налог. И если у тебя зарплата больше, чем 120 тысяч фунтов в год, то ты платишь 45%. Да-да. Налоги в Англии большие. Например, каждый житель Лондона, который арендует жилье, обязан платить council tax. Условно, это налог просто за жизнь в Лондоне. И чем ближе к богатым районам вы живете, тем он выше. Например, в одном из самых дорогих районов Челси в 23-м году этот налог примерно 200-300 фунтов в месяц. В каком-нибудь другом городе на эти деньги можно было бы снять еще одну квартиру. Именно поэтому еще один признак статуса и джентльменского набора – это индекс. Звучит странно, но в Лондоне есть самые престижные индексы – посткоутс. Их здесь спрашивают всегда и везде. Когда бронируешь столик, покупаешь билеты на концерт, оплачиваешь телефон. Поэтому ты вроде и не выпендриваешься, когда его называешь. Но все сразу понимают, что ты охренеть какой ферзи. Потому что платишь за квартиру минимум 4-5 тысяч фунтов, то есть полляма рублей в месяц, если у тебя один из этих адресов. Когда вы ищете квартиру на сайте, вы увидите, что риэлторы в объявлениях прям так и пишут – супер-желаемый индекс. Квартиры на продажу в таких районах будут начинаться от полутора миллионов фунтов, то есть от 170 миллионов рублей за самую простенькую однушку. Да, недвижимость в Лондоне как золото, с годами только дорожает. Вот еще квартира. Одна спальня с антресолью и 280 миллионов рублей. Но тут есть лайфхак. Смотрите, как вам такой вариант. Внутри, конечно, попроще, но цена в 11 раз дешевле. Знаете почему? Потому что это лодка. Я серьезно. Квартира вот на этой посудине, зато с посткодом, как у клуба Романа Абрамовича когда-то – SW7. За 25 миллионов рублей можно купить квартиру-лодку в Челси. У людей, которые фанатеют от жизни в лодках, есть свое название – houseboats. Если ваша лодка поменьше и не в Челси, она будет стоить еще дешевле. Правда, тут надо быть готовым ко всему. Это, пожалуйста, ситуация. Ребята планировали встать на ночевку через несколько каналов, да, проплыть минут 40. Проплыли буквально 5 минут, и двигатель отказал. И что теперь делать? Приходится вручную тащить лодку до каких-то следующих лодок. Вот, оказывается, проблема с двигателем серьезная. Просто, не просто перегрелся, а как-то он, ну, дырка какая-то. Проблема гораздо серьезнее. Придется поменять планы и ночевать фактически в ближайшем месте, где можно остановиться. Вот, и как бы после этого идти, чинить лодку. Так бывает. Благо, внутри есть печка на дровах, которая и без двигателя согревает. Этой лодке уже 43 года. Когда ребята ее купили, внутри не было ничего. А сейчас вполне уютная квартирка. От предыдущих владельцев нам досталась дыра в потолке, куда мы вставили трубу от печки. Единственная проблема — теплый воздух не совсем доходит до спальни. Поэтому для обогрева там у нас есть дизельный обогреватель, для того, чтобы было тепло в спальне и в ванной. Смотрите, как уютно у них внутри. Лодку они назвали Lady Penny Bun. Если на русский дословно, то Miss Billy Grip. Здесь есть стиральная машина, но сейчас у нас не хватает энергии, чтобы запустить ее. Летом мы обычно стираем свою одежду сами, а сейчас пользуемся прачечными самообслуживаниями. Заходим дальше. Небольшая кухонька и гостиная. И тут прям видно, насколько с любовью все сделано. В огне потрескивают дрова, на столе винтажная кофеварка мятного цвета и свежие фрукты. А дальше посмотрите, где у них продукты хранятся. А здесь под полом что-то вроде нашего винного погреба. А вот здесь внизу должны лежать овощи. Но мы просто накидали сюда всякие крупы. Мука, макароны, чечевица. И поскольку эта колка может свалиться, мы вот сюда магнитик прикрепили. То, что в России называют по-маленькому, в Англии – number one, а по-большому – number two. Это важно знать, потому что мы идем в туалет на английской лодке. Здесь у нас ванна. Смотри, какие облака на потолке. У нас также есть биотуалет, который самостоятельно отделяет номер один и номер два друг от друга. У нас на дне стоят резервуары, туда все скапливается. А потом мы должны это утилизировать в специальных местах и за деньги. Но нашего бака хватает на несколько месяцев. Скромно, уютно и очень по-домашнему. Смотришь, как хозяйка из книжки расположилась на кровати, и можно вообще забыть, что ты на лодке. Мы женаты уже год, а вместе уже девять лет. Мы знакомы со школы, но на самом деле близко познакомились на фестивале уже после того, как закончили школу. И мы всегда любили путешествовать. Я выучилась на медицинского работника, но после окончания университета все, чем я хотела заниматься, — это путешествовать. Начинали ребята с автодома. Купили переделанный для жизни микрик и уехали в Италию. Потом начался ковид, и уже особо не покататься. Тогда они приехали домой и около года потратили на то, чтобы оборудовать для жизни эту старую лодку. Причина — проще некуда. В Англии 8 тысяч километров рек и каналов, по которым можно ходить на такой лодке. Вот сейчас мы поедем в маленькую Венецию. Если бы мы снимали квартиру или дом там, это были бы тысячи и тысячи фунтов. А так это просто очень приятно иметь возможность видеть такие красивые места из своего собственного дома. И если вам не нравится ваш сосед, вы можете переехать снова. Стоимость аренды простой квартиры в Лондоне начинается от тысячи фунтов. 115 тысяч рублей. А теперь послушайте, сколько ребята тратят на свою лодку. Лицензия — 100 фунтов в месяц. Но это включает доступ к водопроводу и мусорным бакам. И это действительно единственный счёт, который у нас есть. Конечно, ещё мы покупаем газ, топливо для печки, чтобы мы не замёрзли. Ну и, конечно, бензин для наших путешествий. Но по сравнению с домом это так дёшево. Мы можем экономить и откладывать деньги для новых путешествий. Мы всё ещё молоды. Рынок жилья в Великобритании, я думаю, во всём мире. Но и в Великобритании просто сумасшедший. На самом деле молодые люди просто не могут позволить себе жильё. Многие люди снимают его, а потом вы застреваете в этом цикле. Работа, аренда, работа, аренда. В то время как мы владеем собственным домом без ипотеки. Своего геморроя хватает. Чтобы пройти через шлюзы, а Лондон весь в шлюзах, надо записываться в электронную очередь онлайн за двое суток. В самых популярных местах можно находиться максимум 24 часа. Мы перемещаемся в сторону района Хокней. Изначально он был район рабочего класса. Там ниже цены на недвижимость, там другая архитектура, и там совсем другой английский, чем то, что мы учили с вами в школе. Вот что меня просто поражает в Лондоне и в Англии, это то, что, например, учил английский 8, 12, 15, 20 лет, знаете, вот это вот с 4 лет к репетитору, в детском саду. Просто на каждом шагу ты учил английский, а потом ты приезжаешь и понимаешь, что ты ни хера не понимаешь. Я, например, всю жизнь учил, что ребёнок — это кит, да? Ну, а они мне тут такие «тоддлер». Оказывается, для ребёнка, начинающего ходить, есть отдельное слово — «тоддлер». Я говорю, что? Или, например, «сайблинг». Это типа «братья и сёстры». Я такой, что? А слово «брадер» и «систер» вам недостаточно как бы? Но это ещё как бы… Ладно, это я ещё не чисто британские слова перечислил. Это может, лично я плохо учился и не слышал этих слов. Но есть слова, которые чисто только британские. Например, «туалет» только здесь могут назвать «лоу». Л-о-о. Типа «два нуля», как «две дырки в полу». Поэтому «туалет». Или, например, снимаешь ты такую квартиру и спрашиваешь, сколько стоит, а они тебе такие «two grants». Типа «два косаря». «Grant» — это типа «косарь тысячи», то есть «две тысячи». Ну ладно слова. Самая жесть — это акцент. В разных частях Англии говорят на настолько разных акцентах, что есть даже карта этих акцентов. Акцент, на котором ты говоришь, так же важен, как твой посткод, диплом вуза или принадлежность к определенному клубу. Итак, у нас есть стандартный королевский, который является английским королевы. Это очень шикарно или «very posh». Немного похоже на это. Учитель английского Эми показывает нам, как звучат разные акценты, которых в одном только Лондоне десятки. И любой англичанин может понять о тебе вообще все, просто услышав, как ты произносишь слова. Акцент рабочего класса. Да, он родом из Ист-Энда. Вы услышите этот акцент во многих пабах. Я могу сказать «бутылка воды», но Кокни скажет «бутыль воды». Это все выглядит забавным, но еще несколько десятков лет назад люди, которые говорят на акценте «Кокни», были, ну не то чтобы вторым сортом, но аристократия от них старалась держаться подальше. Главная певица Великобритании сегодня Адель, она говорит как раз на Кокни, но с таким акцентом еще недавно ее вообще бы никто слушать не стал. Все изменилось в 60-е годы, когда Лондон из столицы империи начал превращаться в столицу моды. И, кстати, Адель взяла себе такой короткий псевдоним, подражая Твиги, первой в истории Англии фотомодели из рабочего класса Кокни, которая стала символом новой модной Британии 60-х. Вообще тинейджеры, которые в 50-е после войны искали себе новое предназначение в этом мире, не то, что из себя представляли их родители, вот эти твидовые пиджаки, галстуки, селедки, они ничего не хотели иметь общего с этим, потому что после Второй мировой войны травма была невероятно велика, поэтому мы хотим быть свободными, не хотим быть политичными, мы хотим просто развлекаться. Гид Давид ведет нас в самый модный район мира, по крайней мере, именно таким он был в 60-х. Это Соха. Это был в первую очередь момент, наверное, в истории Великобритании, когда появился какой-то доход, достаток выше среднего, когда у людей появилась возможность тратить эти деньги на какие-либо развлечения, за исключением того, чтобы купить что поесть и что надеть. Соха стал столицей вообще всех культурных явлений, проявлений в моде, музыке, кинематографе, в литературе, да, все известные продукты от Бондианы до там кинематографа 60-х, музыки, Битлз, Роллинг Стоунс и прочее, во многом связаны с историей района, по которому мы ходим. Соха в этом смысле, буквально в каждой там третьей-пятой двери, по сей день проходя и видя как раз-таки осколки той культуры, являлся местом, куда приходила молодежь для того, чтобы развлекаться. Смотрите, какие таблички тут висят. Вот тут в кофейне придумали британский рок-н-ролл на минуточку. Здесь Дэвид Боуи записал два альбома, которые сделали его знаменитыми на весь мир. А вот тут для одного из них он сделал обложку. Битлз, Роллинг Стоунс, The Who — они изменили всю мировую музыку навсегда, и происходило это именно на этих улицах. Еще одна часть того времени — сексуальная революция, когда женщины наконец-то поняли, что секс — это не только про семью и детей. Мини-юбки, кстати, тоже придумали именно здесь, как знак протеста против традиционной английской чопорности. Один из владельцев магазинов придумал привлекать покупателей красивыми моделями. Поставил в витрины манекенщиц, которые буквально в этих витринах переодевались для того, чтобы привлечь покупателей. Мужчины в те времена не видели оголенного тела. Это сейчас в Сохо можно голое тело в витрины выставить, мало кого этим удивишь. А в те времена полуголая женщина в витрине, естественно, привлекала огромные толпы. Что интересно, тот самый Джон Стивен ежедневно платил по два фунта штрафа официального муниципалитета Лондона только для того, чтобы сделать себе вот такого рода маркетинг, который длился на протяжении нескольких недель. Толпы зевак, стоя на этой улице, которая в тот момент не была пешеходной, она была проезжей, как раз-то они находились здесь для того, чтобы без конца глазеть на тех самых красивых женщин, которые полуголом в неглиже, как говорится, надевали на себя ту самую мужскую одежду. А потом пришли 70-е, и в Лондоне начались другие изменения. Еще в начале 20-го века солнце над Британской империей не заходило никогда. Вы помните, Британия владела четвертью всей Земли на планете. Так вот, после Второй мировой войны она стала стремительно терять свое влияние. Власть в Африке и Азии начали делить местные авторитеты, и именно в 70-х в Англию миллионами поехали люди из бывших колоний империи и изменили Лондон навсегда. То есть представьте себе, люди мигрируют сюда больше 50 лет, то есть многие люди родились уже здесь. Но на этих улицах они все равно могут почувствовать связь с домом. Через еду, через культуру, через общение. И, по-моему, это очень-очень приятная атмосфера. Я чувствую здесь себя супер безопасно. Никто вообще мне ничего не сказал про камеру, что бывало в каких-то других районах. И это вот очень приятно. Повсюду вот этот сприт-фуд. Очень-очень вкусный и приятный запах. Здесь вот что-то сладкое готовят. Саудхол – самый известный иммигрантский район Лондона. Здесь даже название станции написано на двух языках – английском и хинди. Честно говоря, очень интересная атмосфера на этой улице, потому что тут бесконечное количество магазинов, где продается очень красивая индийская одежда, вот эти классические вкладки. Очень много магазинов, где продаются красивейшие платья, в которых индийские девушки выходят замуж. Тут повсюду стрит-фуд индийский тоже. И очень много людей в тюрбанах. То есть это религиозный важный элемент. Итак, мы находимся в Саудхоле, который является самым большим районом для сообщества Сикхов. Итак, Сикхское сообщество вы увидите здесь по максимуму. И этот район, Саудхол, который является западным Лондоном. Это западная часть Лондона, недалеко от аэропорта Хитроу. И вы увидите, что сегодня здесь живет община Сикхов. Экскурсию по индийскому кварталу мне проводит Пама. И вот зацените, он меня привез сюда на шикарном Мерседесе с откидывающейся крышей. И это вообще не то, как мы себе обычно представляем мигрантов. Вы можете найти все до единого индийские товары, индийские украшения, индийскую одежду. Плюс, самое главное, здесь вы найдете индийскую уличную еду, которую вы, вероятно, не найдете ни в центре Лондона, ни за его пределами. Итак, в Лондоне, если вы хотите насладиться индийской культурой или индийской кухней, одеждой, чем угодно, вы приходите на эту улицу. Но из всего этого списка вы понимаете, что меня заинтересовало больше всего. Это классический индийский стритфуд, который повсюду в Индии подается. Вот, то есть внутри здесь небольшой бульончик, лук и картошка. Для меня звучит просто как абсолютный деликатес. Очень по-индийским вкусам. Ручение, что просто Индию попробовал. Такое, знаете, как будто из чипсов сделали пирог, внутренне наливили немножко супа, он остыл. Тут накинули картошки и лука, чуть-чуть сахара. Вот такой очень необычный вкус, но очень прикольно. Памел попал в Лондон после того, как увидел этот район в кино. Это была моя мечта – приехать в Лондон. Потому что в детстве я всегда смотрел фильмы Болливуда. И большинство фильмов Болливуда снимались в Лондоне. Поэтому всякий раз, когда я смотрел фильмы, я думал, однажды я поеду в Лондон и буду там жить. Родители Памела – люди не бедные, но и не особо богатые. Они отправили сына учиться в Англию, и после завершения учебы он бы мог вернуться домой и занять серьезный пост в компании отца. Но мечта детская. Поэтому он решил цепляться за Лондон любыми способами. Я остался в доме моего друга и ночевал в его гостиной две недели. На диване. В гостиной на диване. Я приходил туда только спать. А днем я был не дома, искал новую работу, новые возможности. Так что эти две недели были очень трудными для меня. Памел устроился работать продавцом в магазин спорттоваров. И так проработал шесть лет. А потом решил, надо что-то менять. И открыл свой бизнес. Итак, это мой бизнес. Это то, чем мы занимаемся. Мы покупаем продукты напрямую у производителей и поставляем прямо в небольшие магазинчики. Вот один из наших фургонов. Это фургон-холодильник. Так что в нем есть все продукты для охлаждения. Вы можете увидеть хлеб, верно? Мы идем туда и отдаем его прямо в магазин. Он поставляет продукты в 200 магазинов. У него много сотрудников, но Памел до сих пор каждое утро садится в один из своих грузовичков и развозит продукты по маленьким деревням. Он живет в шикарном доме. Он его купил сам. Но при этом он сдает несколько комнат. Видите? Мышление предпринимателя. Пара из Румынии. А еще наверху есть одна девушка. Она из Ирана. Еще один парень из Бразилии. И так получается, что мы отмечаем все праздники. Дом Памелы, как мне показалось, это и есть Лондон в миниатюре. Сюда приезжают люди со всего мира, и каждый делится чем-то из своей культуры. И впитывает все самое крутое из других культур. Такие места, они дают людям возможность чувствовать свои корни, несмотря на то, что они живут совершенно в другой стране, совершенно в другой культуре. Работают здесь, зарабатывают деньги, приносят деньги в экономику. Кто-то берет какие-то там пособия. Но так или иначе они интегрируются. И вот здесь очень важно для мигрантов, здесь очень важна разница между словами интегрироваться и ассимилироваться. Потому что, когда ты ассимилируешься, ты не теряешь свои корни. И это то, что я, например, чувствую точно здесь. Когда люди приезжают сюда, и совершенно точно они не должны отказываться от своих корней. Но так было не всегда. Для этого британское общество должно было тоже пройти через довольно серьезный путь. И путь этот был очень трудным. Скинхеды появились, кстати, в Англии. Бритоголовые и футбольные фанаты устраивали регулярные нападения на мигрантов. Например, индусов-сикхов заставляли сбривать бороды и срывали национальные одежды. Сейчас это все в прошлом. Получить визу довольно сложно, но Лондон открыт для всех, кто стремится сделать себе карьеру. Причем местные власти очень внимательно следят за тем, чтобы здесь не формировались гетто, куда страшно зайти, как иногда бывает во Франции или Германии. Нет, в Лондоне, если крупный застройщик строит новый комплекс, он обязан часть зданий построить и для социального жилья. Именно там часто селят мигрантов, которым нужна помощь. Но они не заселяют целиком какой-то один район. Они живут абсолютно во всех. И да, даже в самых богатых районах Лондона есть соцжилье. Раньше, кстати, в Лондоне гетто были. Но чтобы с ними бороться, идет целый процесс, который называется джентрификация. Это когда бывшие рабочие кварталы, где были фабрики, переделывают в модные пространства. Там строят красивые здания, рестораны. Там поднимается стоимость жилья, и туда заселяются успешные люди. Так произошло с районом Кэндон, Шордич, Хакни. Хотя раньше там было настолько скромно, что там селились только недавно приехавшие мигранты. Не просто выселяют куда-нибудь на окраину города и приказывают им там жить, и оттуда никогда не выбираться за чертой оседлости. А их пытаются разместить внутри непосредственного района, в котором они исторически проживали, родились или куда эмигрировали. Поэтому нередко в современном мире, помимо социального жилья, когда строят какие-нибудь девелоперы огромные проекты, они нередко легальным образом обязуются, если они получают какой-нибудь лиз, для того, чтобы начать застройку, да, непосредственно в каком-нибудь районе, они обязаны построить 20-30% квартир, жилья непосредственно в проекте, который они строят, для тех самых малоимущих людей, которые потом муниципалитет может или выкупить, или арендовать, для того, чтобы этим самым малоимущим слоям населения предоставить для жизни. Мелтинг-под – такая сковорода, условно, буквально переводя, в которой варятся разные бурлят культуры. И в этом смысле Лондон, конечно, всегда оставался подобным котлом, в котором варились разные культуры со всего мира. Соха, в частности, с 19 века, как раз-таки во многих смыслах можно было назвать столицей этого котла, в котором собирались разные культуры, некоторые из которых я уже упомянул. Выходцы из Советского Союза, французы, итальянцы, американцы, японцы, китайцы – все были здесь в разные времена. И в этом смысле это такая миниатюра того, во что в современном мире превратился Лондон. Место, где встречаются все культуры с севера на юг, запада на восток. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok